Арктический центр в Раваниеме и Кольский научный центр РАН готовят к выпуску совместный научный журнал. А на порту атомохода Ленин международное учреждение собирается открыть арктическую выставку из своей коллекции. С уникальными экспонатами интерактивных музеев познакомилась наша съемочная группа во время визита в Финляндию. О последних исследованиях в Арктике о том, как сделать научные выводы интересными даже для детей, в нашем сюжете. Арктический центр – часть Лапланского, самого северного университета Евросоюза. Ученых здесь встретить сложно, они работают, как говорится, в поле. В частности, много исследований было проведено в Сибири, Ямало-Ненецком округе. Мы изучали жизнь Ханты и Манси. Наши ученые непосредственно жили с ними несколько месяцев, потом приезжают сюда и анализируют информацию и пишут работы. Также ученые готовят доклад о безменении климата. Выводы войдут в научный журнал. К выпуску его совместно с Арктическим центром готовит Кольский научный центр Академии РАН. Колыбель науки Кольского полуострова, как нам удалось выяснить, и стала основателем центра в Раваньеме. Кольский научный центр, наверное, был повитухой при рождении Арктического центра. Он сейчас находится в городе Раваньеме, Финляндия, и относится к Лапланскому университету. Просто в 90-х годах вот эта идея создания Арктического центра, она обсуждалась с финнами, с нами. Мы в свое время даже предлагали им своего руководителя, но они выбрали немецкого профессора из Германии. Но, тем не менее, мы очень тесно связаны с этим Арктическим центром, в основном по гуманитарным исследованиям. Не только научные изыскания, но и люди связывают Арктический центр с Кольским полуостровом. Ирина Жилина родом из Мурманска, учится в Исландии, а практику проходит в Раваньеме. Сейчас мы работаем над проектом, который затронет влияние Европейского союза на Арктический регион. Другими словами, ну, как людям, которые живут в Испании, Греции, каким образом их коснутся те факторы, которые, те события, которые происходят здесь. Практиканты и посетители в Арктический центр приезжают со всего мира. Одно из направлений работы – просветительское. Два музея поражают масштабом. Это самый большой музей в Лапландии. Чтобы обойти его и уделить внимание каждому экспонату, кажется, нужно потратить не один час. Здесь все с древних времен до современности о людях, их быте, флоре и фауне. Кстати, не нужен никакой гид, потому что вся информация представлена вот на этих потрясающих стендах. А, кстати, есть еще и такие интерактивные приборы. Большая часть выставки посвящена военной и послевоенной Финляндии. Во время Второй мировой Раваниеме был практически уничтожен. Долго восстанавливался и только в 60-м году получил статус города. Кстати, вот небольшая экспозиция о досуге финских мужчин 50 лет назад. Это бар на заправке. Экспозиция привлекает внимание взрослых, а детям, конечно, интереснее другой музей, целиком посвященный Арктике. Тут можно все не просто увидеть, но даже потрогать. В нашем центре существуют познавательные игры для детей. Вот, например, экспозиция, изображающая тундру. Вот здесь расположена буровая. Идея в том, что дети могут сами построить нефтепровод, который будет тянуться до города. А это небольшой шар, символизирующий нефть. По нефтепроводу шар катится к городу. В игре важно, чтобы он не упал на олени или дома. Таким доступным для детей способом музей рассказывает о развитии нефтяной промышленности в Арктике. Стоит ли удивляться, что школьники возле таких игровых площадок могут находиться часами? Я играю в игру. Мы должны угадать, какие животные едят других. Думаю, вот это животное охотится на это, а вот это ест это. И никто из них не ест вот это животное. А здесь мы можем посмотреть правильные ответы. А еще в Арктическом центре можно увидеть и даже услышать северное сияние. Посетители часто говорят, что попадают не в музей, а в сказку. Прогуливаясь по Арктическому центру, так запросто можно подойти в эту комнату, лечь. Кстати, есть удобная подушка. И насладиться звездным небом и северным сиянием. Как образуется снежинка, из чего состоит лед. И даже почему животные в Арктике не мерзнут. В музее можно получить ответ на любой вопрос в формате «Попробуйте сами». Здесь представлены образцы меха различных животных. Это специальная камера. С ее помощью вы можете рассмотреть мех. Здесь мы видим шерсть полярного медведя. А это шкура тюленя. Здесь мех немного потолще. Можно даже ваши волосы проверить. Хорошие волосы! Некоторые из этих экспонатов переедут в Мурманск на ледокол «Ленин». Арктический центр как раз ведет переговоры с Россотом флотом об открытии выставки в столице Заполярья. Анастасия Карева, Родион Нестеров. Из Равани Еми. Специально для Арктик ТВ.